Мы сейчас зимуем в Сочи, но не об этом. В 2019 году мы пропутешествовали весь Крым, снимая отели, гостевые дома, ну, в общем, недвижимость. В 2020 году мы пропутешествовали Крым путем бомжуя в Крыму, мы путешествовали с палаткой. Вообще зашло. И вы знаете, Крым это удивительное место, очень интересное, но там есть свои вопросы и затыки, которые нам приходилось решать в 2019 году и в 2020. Так вот, мы написали свой собственный гайд, авторский, который поможет вам пропутешествовать Крым с легкостью, с наслаждением. Вы кайфанете. Приобрести наш гайд можно очень просто, просто написав нам в директ. Почти 100 страниц, весь наш опыт, около 150 локаций. Путешествуйте. Ребята, всем привет, вы на канале Силья на чемоданах, с вами сегодня я, Славян. Всем привет из солнечного города Сочи. У нас уже наступила весна, у вас тоже середина марта. Здесь какая-то нереальнейшая погода. Март вообще творит какие-то чудеса. То на днях было сильнейшее ветер, то сегодня градусов 16. Люди купаются, загораются. В общем, я сегодня вам предлагаю пройтись по нескольким пляжам. Я покажу вам обстановку, что сегодня творится. Сегодня 15 марта, экватор марта. Давайте насладимся. А для тех, кто хочет приехать в марте на днях, ну вы можете оценить обстановку, как здесь. Давайте начинать, погнали. Итак, ребята, я предлагаю начать. Наш с вами сегодня путешествие по переговой линии с пляжа Бридж. Бридж установил вот такие лавочки с козырёчками. Здесь достаточно пусто, но самые людные места, конечно, я вам сегодня покажу. Вовсю работают в прокатах сабдосок. Вы можете видеть, вон люди плавают, вон там люди плавают, люди лежат, загорают. Всё так хорошо, ну классно. Да, сегодня, кстати, ещё конец Масленицы. Вот тут установили какое-то интересное чучело. Мы сейчас с вами поближе придём, посмотрим. Сегодня с вами также ещё заглянем сейчас на пляж Бархатные сезоны. Посмотрим, какая обстановка там на площади, где установлен фонтан. Площадь называется Площадь Дружбы Народов. Прогуляемся в сторону Рейдисона, посмотрим, как там обстановка. В общем, немножко каждый пляж вы увидите и оцените. Морюшко, прохладно, конечно, купаться. Можно люди сегодня купаются. Посмотрите, как все чирят, как всем хорошо. Я, знаете, вот в Сочи не перестаю хайфовать от того, что смотришь на людей, и они все сулубы, все довольны, что приехали, что всем хорошо. Люди ловят такой контраст. Я вот сегодня еду, и люди звонят, видимо, своим куда-то родным, и говорят, представляешь, тут вот так, вот так, вот так. Да, ребята, здесь очень-очень хорошо. И даже если в какой-то день выпадает непогода, в этом нет ничего страшного, потому что на следующий день наступает такая прелесть. Так, ну что, вот масленица. Вместо рук куски, кусты, мимозы, что много, значит, сегодня здесь ее будут сжигать. Будут сжигать это чучело, друзья. Так, это пляж. Бридж, да, кто не знает, есть такой отель здесь неподалеку, туда можно тоже заселиться. Давайте с вами подойдем к морюшку, посмотрим чистоту моря. Видите, какой скос резкий. Вот вы сейчас поймете, насколько я прям... Видите, очень сильный скос, волна набила. Так, ну что, ну что, ну что, ну что, морюшка. Да, морюшка чистая. Нормальная, чистая морюшка. Так, шикарные виды на Абхазские горы. Вот такой вот, друзья, пляж Бридж. Вот такая тут обстановка. Так, и сразу с пляжа Бридж мы попадаем на набережную. Вот такой тут заход. И вот она площадь, про которую я как раз и говорил. Ну что, здесь, ну, не сильно много, конечно, людей. Но, тем не менее, народу хватает. Так, ребятки, замечена стая дельфинов. Я вам вот так ее покажу. Так, давайте посмотрим. Где-то тут она плавает. Вон они. Кайф. На этом пляже всегда дельфины. Вот вы можете заметить, что здесь даже установлены специальные памятнички такие дельфинам, потому что вот отсюда всегда можно, наверное, даже в любое время прийти, ну, кроме шторма, и увидеть дельфинов. Так, ну, а тут, друзья, заканчивается, значит, это бетонное ограждение. И начинается самая замечательная часть набережной, когда просто небольшой бордюрчик сделан из мягкой такой прорезиненной темки. Ресторанчики, кафешки, магазинчики, палатки. И еще рачейный пляж, который называется Бархатные сезоны. Ну, и неоднократно я повторял, что здесь всегда малолюдно, потому что до него нужно идти, либо там как-то на самокатах доезжать. Но в предыдущем выпуске я вам показал лазеечку, как можно сюда пройти, поэтому обязательно, конечно, пользуйтесь, ребята, нашими лайфхаками. Видите, вот надпись Бархатные сезоны. Огромный и большой пляж. Да, но сейчас вы можете сказать, что, о, да что-то народу-то как-то мало. Не-не, мы сейчас пойдем туда, где по-настоящему людей много. Просто здесь, я говорю, до него надо идти, поэтому сюда не каждый придет. Сейчас немножко покажу вам панраму гор и пойдем с вами на другие пляжи. Опа! Вот так, ребятки, это все выглядит. Видна вся Абхазия, как на ладони. И кайфовый пляж. Ладно, я вас приглашаю на другие пляжи, погнали. Так, ребята, а это мы, смотрите, сейчас с вами прошли, получается, бридж. Вот он, последний вход на пляж. Бридж. Блин, такой ветер сильный подул. Я надеюсь, меня сейчас хорошо слышно. И вы просто посмотрите, в какую толпу мы сейчас просто будем врываться. Набережная, конечно, она вообще переполнена людьми. И вы просто сами подумайте, что это далеко, это далеко еще не сезон. И даже, хочу заметить, что это даже не майские праздники. Что здесь будет твориться на майские праздники? Ой, ладно, что будет твориться, то будет твориться. Я, конечно, вам буду показывать. Будем здесь с вами гулять, смотреть. Вот, кафе вообще все занято. Люди вот стоят, изучают меню. Здесь, кстати, вот это наше любимое место. Мы называем его сурф-кафе. Здесь есть площадка для детей, неоднократно тоже показывали. Ну, давайте сейчас с вами зайдем, я покажу. Просто глядите, сколько там всех. Вообще. Людей тьма. А вот дальше, дальше. Там еще больше. И самое, что кайфово, ребята, все такие довольны, улыбаются. Сейчас мы с вами попробуем спуститься на пляж. Вот тут вот площадка справа, про которую я вам говорил. Возле сурф-кафе большая песочная. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Просто, смотрите, я даже пойду вот так вот обгонять людей. Потому что, ну, их по-настоящему очень сильно много. Вот, палаточки, вот, все функционируют. Все, что хочешь, тут все. Есть много чего нового. Открывается. Просто поглядите. Это же как этот. Сейчас пик метро. Вай-вай. Да, ну, это очень круто, что люди приезжают. Что люди стали приезжать на море не только летом. А еще и стали приезжать в несезон, в межсезоне. Это совершенно другой отпуск. Мы вообще, в любом случае, любое место, куда бы вы ни приехали, оно будет максимально свободно от туристов. А если еще закрепить утренними какими-то посещениями, какие-то классные локации, то это будет прям просто крутяк. Просто поглядите, просто поглядите. Сколько людей. А вот это ебаный. А это были ебаные. Ребята, в комментариях обязательно пишите, кто собирается приехать в Сочи в марте. Вот это да. Да, я просто еду и прорываюсь вообще через просто такое многолюдие. Мы, кстати, подошли вот сейчас как раз к Магеллану. Я уже повторял, повторюсь, да, это наше любимое место. Мы всегда там оставляем машину и сюда приходим. Ну, пойдемте на пляж. Так, друзья, я с вами переместился чуть дальше. Вот, смотрите, вот это вот арфа апарт-отели. Да, назовем их так, виллы. Здесь один из лайфхаков. Здесь пляж. Видите, он всегда максимально пустой. Ну, конечно, мы будем исключать время года, именно лето. Самый пик туристов. Но если вы вот приезжаете условно сейчас, в межсезонье, и хотите такого уединения, то велкам вот сюда. Здесь спокойненько можно залипнуть просто наедине с морем и с природой. А вишенку на торте мы сейчас с вами поставим на пляже Рэдисона. И у вас будет момент сравнить вообще все пляжи, по которым мы с вами пробежались. И написать в комментариях, какой пляж загружен максимально, на ваш взгляд. Давайте посмотрим Рэдисон. Ну что, друзья, вы готовы? Мы подходим к пляжу Рэдисона. И давайте наши три ободнему камеру вверх. Один. Два. Три. Та-дам. Вы только посмотрите, сколько здесь людей. Слушайте, ну, я не знаю, вы, конечно, сами там в комментариях напишите, как по вам, да, но по мне, Рэдисон максимально забитый пляж в межсезонье. Посмотрите, там просто сколько. Ничего себе. Вот сегодня прям очень много людей. Да, мне, конечно, очень интересно, что будет в мае, потому что когда мы здесь первый раз были в мае, это был 18-й. Да, 18-й год. Нет, людей вообще не было. Мы здесь шарахались пять дней, наслаждались вообще в полной мере меритинкой. И сейчас гляньте, 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 сколько людей, ребята. Да, это безусловно круто, что люди едут. Едут отдыхать в межсезоне. Ну, в любом случае, откуда бы они ни приехали, это самый тёплый город России. И здесь настоящий путяк. Очень мне нравится, что неоднократно вижу, что приезжают просто бабушки, дедушки с внуками, с внучками, без родителей. И это, конечно, тоже огромный-огромный плюс. Вы просто посмотрите. Ту-ру-ту-ту-ту-ум. Сколько тут людей. И я просто ещё в шоке. Ничего себе. Вот это... Вот это пляж Рейдис он всех охочет. Вообще. Слушайте, ну я не знаю, у меня нет слов. Мне вообще-то очень-очень приятно, что сегодня безумно крутая погода. Безумно крутая. Завтра ещё теплее у нас, ребята. После завтра, по-моему, тоже теплее, но будет морозить и большой дождичек. Вы только поглядите. И мы дошли как раз до того места, чем, собственно, так знаменит Рейдисон. Это их завозной песочек, как на Мальдивах. Такой беленький, классный. Конечно, в межсезонье дети оккупируют эту территорию и просто становится такая огромная песочница, растянувшаяся метров так на 200, наверное. Видите? Мы тоже здесь очень-очень любим отдыхать. Очень часто сюда приходим. Ну, конечно же, в межсезонье. Ой, какой тут кайф, ребятки. Давайте я вам ещё раз покажу, как здесь. Просто огонь. Я вам сейчас покажу, как Сочи в Веретинке сжигают чучело. И вы посмотрите, как это классно. Ну что, вот так это происходит, ребята. Посмотрите, сколько людей. Вот так вот горит. Подожгли чучело. Так, вы, конечно, уже видели его в нормальном состоянии. А сейчас это вот так. Гляньте, сколько людей. Стопотворение. Вот, детишки что-то кричат. Всё, Масленицу проводили. Я тут, Тёма. Как вам? Я сейчас встал. Да. Да уже дерево проел. Что, друзья, пишите в комментариях, как вам наша обстановка в Сочи. Ещё раз всем привет из солнечного города, наша солнечная погода. Пусть вам летит через экраны. Спасибо, что досмотрели выпуск до конца. Пишите в комментариях, как вам лайк. Не забывайте ставить. Ну и, конечно же, подписывайтесь. Ну а те, кто репостит наши выпуски, вообще огромное спасибо. Я вас всех обнял. Пока.